Доброе утро, уважаемые земляки! Сегодня действительно у нас доброе. За истекшие сутки у нас подтвержден один диагноз. У пациента, у которого он ранее был отрицательный, сейчас стал положительным. Данный пациент уже находился в инфекционном отделении, поэтому с улицы у нас ни одного обращения нет. На сегодняшний день и того у нас получается в целом за весь период наблюдения 17 человек подтвержденных на местном уровне, 6 человек вчера прислала лаборатория федеральная нам. Подтверждение и того у нас есть 7 подтвержденных случаев из федерального центра и 11 подтвержденных на уровне нашей местной лаборатории. Самочувствие всех пациентов хорошее, наивы или никого нет, кислородной поддержки, нуждаемости нет. Так что сегодня у нас ситуация прошла за ночь стабильно. Это, скажем так, первая приятная новость. Из этих 17, если говорить об источниках заражения, все-таки у нас подтвердился второй очаг. Это, скажем так, пациент, прибывший из Индии, но выполнил свой гражданский долг. Данный пациент сразу с самолета, соблюдая меры предосторожности, обратился в медицинское учреждение и по срокам у него уже, скажем так, и карантин-то по сути заканчивается. Если бы не было заболевания, мы бы ее уже сегодня отпустили. Но, тем не менее, я считаю, что вот это вот очень достойный поступок, когда не пошла домой, не пошла никого заражать, ни к друзьям, ни знакомым, а сразу прямым ходом, скажем так, обратилась в инфекционное отделение и была госпитализирована еще две недели назад. Первый анализ у нее был отрицательный, но в процессе динамического наблюдения. Второй анализ на нашем местном уровне подтвердил коронавирус. Поэтому, если бы вот она так не поступила, то количество людей в обсерваторе и везде у нас было бы, конечно, в разы больше. А так она спасла, по большому счету, и друзей, и близких, и половину населения Калмыкии. Спасибо огромное за это, потому что действительно выполнила свой гражданский долг без всякого папаса, спокойно и так, как должно это быть. Вторая приятная новость на сегодняшний день, то, что с 12 ночи у лиц контактных по самолету и срок стек карантина, и мы выписали пациентов, которые прилетели на самолете из обсерватора, и они сейчас уже находятся дома. Можно смело сказать, что именно эти люди на 100% уверены, что они здоровы и не заражены, потому что прошли все мероприятия, которые необходимо было пройти. Спасибо им огромное за то, что они с пониманием, не всегда в самых комфортных условиях, но тем не менее очень достойно и с пониманием прошли этот путь. И теперь они находятся дома среди своих близких, не переживая за то, что они могут кому-то доставить неприятности. Кроме этого, сейчас вот уже отзвонились поставщики и средств, выделенных главой республики на борьбу с коронавирусной инфекцией, начинаются поставки медицинского оборудования и продукции. Вот сейчас мне сбросили на клаванную, машина уже пересекла, прошла на территорию Калмыкии. Что мы получим? Мы получим кислородных концентраторов в больницу Женчуева 10 штук, пульсоксиметров 23. На Минздрав для создания резерва 215 тысяч пар перчаток, из них 115 тысяч. Это перчатки особой по плотности и длины для работы в отчагах. Также мы получаем 10 кислородных концентраторов. Для Юстинской больницы 24 пульсоксиметра. Для Республиканской детской больницы 46 пульсоксиметров. Городовиковская больница это 30 пульсоксиметров, то есть те больницы, которые заключили контракты с данным подставщиком, уже сегодня получат все необходимое медицинское оборудование. Но это только первая ласточка, всего лишь небольшая часть из того, что за счет средств республиканского бюджета будет поступать к нам на борьбу с коронавирусной инфекцией. Кроме этого мы также не прекращаем работу и по национальным проектам, несмотря на то, что есть большие сложности. И уже сегодня мы завершаем поставку оборудования по программе материнства и детства. По этой программе вот сегодня приходит аппарат УЗИ в Ешелтинскую районную больницу. То, что касается... ...сказать, что это очень правильный шаг. Потому что опыт Китая показал, что только введение карантинных мероприятий на данном этапе пока нет вакцины. Это самый эффективный метод борьбы с коронавирусом. И вы все прекрасно видите это на примере Калмыкии. То есть, когда мы ввели карантинные мероприятия, ограничившие передвижение, нам удалось очень быстро локализовать очаг. И сейчас на улицах Калмыкии относительно безопасно. Конечно, стопроцентной гарантии быть не может и не должно быть. Потому что ежедневно идет миграция населения, и тысячи людей прибывают в Калмыкии, убывают в Калмыкии. Поэтому продление карантинного срока и режима чрезвычайной ситуации, оно не просто оправдан, оно высокоэффективно. Ведь почему до 1 мая, по сути? Потому что этот срок равный двум карантинам. Два раза по 14. За это время, при отсутствии новых очагов инфекции, уже гарантированно, стопроцентно можно считать, что территория очистится от вируса. Потому что один карантинный срок – это стопроцентная гарантия, но второй карантинный срок – это гарантия, которая уже не вызывает никаких сомнений. Вирус не до конца изучен, поэтому двойные меры безопасности. Но на сегодняшний день, проезжая по улицам Алисты и имея информацию с района в республике, я должен заметить, что не все у нас так хорошо. Если в первый день карантина, когда я ехал на работу, машин не было практически вообще и людей не было видно, то вчера, сегодня я с ужасом начинаю отмечать то, что и количество транспорта, и количество перемещающих людей по улицам увеличивается. Я понимаю, что падает настороженность. Я понимаю, что надоело сидеть дома. Люди, ну поймите, все начинается с мелочей. С нашего там «авось проскочу», а может быть повезет, да только не со мной, а с кем-то другим, такие меры не проходят. Абсолютно не проходят, потому что любой контакт сможет стать для вас фатальным. И если каждый отвечает за себя, то поймите, мы отвечаем сейчас не за себя. Каждый из нас в равной степени со мной несет, и с главой республики несет ответственность за все население. Один неправильный контакт может стать новым очагом инфекции, который заразит сотни, а эти сотни передадут тысячу. Нельзя сейчас терять напряжение. Нужно максимально сконцентрироваться и находиться дома. Я очень часто вижу молодых людей, которые на тротуарах, на дворовых площадках собираются и даже несколько бравируют тем, что они там ничего не боятся. Это не храбрость, это глупость. Если вы хотите проявить храбрость и действительно показать, что вы там настоящие мужчины и готовы сделать что-то в этот непростой период, то у меня к вам просто просьба и огромное пожелание. В Народном фронте и в Министерстве молодежи создаются волонтерские бригады, которые занимаются тем, что нашим старикам наиболее подверженным риску и болезням в тяжелой форме занимаются поставками продуктов, каких-то бытовых мелочей необходимых. Может, кому-то нужно выгулять собаку, может, кому-то нужно что-то принести. Да вообще просто зайти поинтересоваться, как здоровье и если там что-то не так, вызвать медиков. Вот это вот будет действительно поступок достойный современного мужчины, женщины, молодых, которые действительно хотят что-то сделать для своей республики, для своей страны. И, может быть, потом вы с гордостью это будете рассказывать своим детям и внукам. Потому что это действительно поступок, который достоин подражания. Особенно я обращаюсь к молодежи и тем, кто живут в районах. Огромное количество стариков сконцентрировано у нас в селах, где нет, по сути, и медицинских работников-то. И они там, отдав всю жизнь работе на нас с вами, по большому счету, на второе поколение, на поколение моих детей, они сейчас остались одни. Им тяжелее всего. И риск заразиться при выходе на улицу у них наиболее высокий. Создайте свои волонтерские движения в каждом селе. Придите к своим старикам, поинтересуйтесь, как у них здоровье. Спросите, нужно ли им что-то. Обратитесь в свои районные администрации, в СМО. Скоординируйте свои действия и давайте защитим наших бабушек и дедушек. Давайте защитим наших родителей. Вот задача. И та, которая достойна, и та, которая стоит того, чтобы потом о ней говорить. А выйти на улицу, где-то собраться в беседке, попить пиво и потом рассказывать, какой я был герой, это глупость. Поэтому на сегодняшний день, если вы хотите проявить именно гражданское мужество, причем без всякого пафоса, это действительно будет мужественный поступок, сделайте так, как я вас прошу. Возьмите себе на контроль двух-трех стариков, обеспечьте им всех необходимым. И тогда честь вам и хвала. То, что касается ситуации, как я уже говорил на сегодняшний день, у нас 17 человек, подтвержденных на местном уровне. Все эти люди находились на лечении в инфекции. Ни одному человека с улицы нам не поступило. Обсерваторы, лица, которые были на домашнем карантине и на карантине в обсерваторах, связанные с самолетом, отпущены домой, потому что они здоровы. Ну, скажем так, пока в принципе все из того, что я хотел довести до вас, готовы отвечать на вопросы. Средний возраст тех, кто лежит в инфекционной больнице и их самочувствие? Средний возраст, я подсчитыванием не занимался, но могу сказать, что он гораздо ниже 40 лет будет. Есть ли пожилые? Самочую. Есть пожилые люди, есть люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Они находятся у нас на особом контроле, но самочувствие тех людей, которые сейчас находятся в больнице, двое мы считаем, пока условно тяжелых. Вчера это было 3 человека, но ни один из них, ни в аппаратах ПВЛ, ни в кислородной поддержке, пусть концентратором кислорода не нуждается. Что Вы скажете про исследование про прививки ПЦЖ? У меня нет достоверных данных, и Минздрава Российской Федерации официальных данных о том, что прививка ПЦЖ может принести, скажем, спасение от коронавируса, у меня нет. Теперь, скажем так, по обследованию хотел бы добавить, с сегодняшнего дня лаборатория противочумной станции, руководителем которой является наш известный доктор, который много лет руководил Роспотребнадзором и Школа Константин Борисович начинает исследование на коронавирус для лиц, болеющих пневмонией, но не контактировавших с коронавирусом, и для исследования медицинских работников. Кроме этого, в ближайшие дни, может быть, даже сегодня мы уже запустим свою ПЦР-лабораторию на базе инфекционной больницы. Там мы установили два аппарата, и сейчас идет просто уже техническая подгонка. Сегодня, крайний срок, завтра мы уже запустимся. То есть мы в четыре раза увеличим количество обследуемых в день. На мощностях этой лаборатории мы планируем обследовать пациентов, скажем так, которые обратятся к нам, ну, наверное, можно сказать, даже по желанию. Но планы у меня стоят такие, что в первую очередь у кого лица, страдающие пневмонией, на втором месте медицинские работники, сотрудники МВД, которые участвуют в противоэпидемических мероприятиях, мы их будем обследовать регулярно с профилактической целью, ну и население. Кроме этого, сегодня приедут представители частной лаборатории общероссийской сети, которые получили разрешение на исследование по ПЦР-диагностике коронавируса. И если все условия, которые они нам предложат, будут соответствовать требованиям хотя бы, то мы запустим данную лабораторию во все районные муниципальные образования и в город, для того, чтобы они на платной основе, как частники, для желающих проводили ПЦР-исследование на коронавирус. Вот про обследование работников полиции вы сказали, но эти дни поступает очень много вопросов. Кто должен их экипировать? Вот требуют люди выдайте им маски, выдайте им перчатки. Работники МВД, если говорить о решениях Федерального штаба по борьбе с коронавирусом и постановлениях, все, которые есть, то там звучит четко фраза «Работодатель обязан обеспечить безопасность своих сотрудников». Но понятно, что существуют сложности с приобретением сейчас и на рынке, потому что творится полный хаос и страшнейший дефицит как медобороны, так и средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день мы передали сотрудникам МВД, которые работают в паре с нашими медиками, 20 противочумных комплектов и в течение недели мы передадим во все РМО комплекты защиты противочумные костюмы для сотрудников МВД, потому что они наравне с нашими медиками и днем и ночью борются с коронавирусной инфекцией. Поэтому здесь мы считаться не будем и будем экипировать сотрудников МВД, точно так же экипируем своих. Дайте разъяснение по поводу неотложной помощи. Люди с признаками ОРВИ сидят дома и занимаются самолечением. На сегодняшний день это самый лучший вариант, чем идти в больницу. Представляете, если все температурищи соберутся в одном месте и хотя бы у одного из них будет коронавирус. Поэтому сидеть дома это да, обязательно, заниматься самолечением нет. Давайте сделаем так. Если в течение 8 часов после вашего звонка есть ситуация не угрожающая жизни, а просто повышение температуры и кашель, если в течение 8 часов к вам не приехал медицинский работник, пожалуйста, давайте заявку на сайт, как-то свяжитесь с Министерством здравоохранения, мы будем разбираться. Я понимаю, что сотрудники поликлиники и взрослой, и детской в период ликвидации ЧГ-инфекции были заняты колоссально, в том числе и бригады скорой помощи. На сегодняшний день мы сформировали, скажем так, уже полностью группы, которые занимаются коронавирусом и те группы, которые должны обеспечивать лечение всех остальных пациентов, не связанных с этим заболеванием. Дополнительно привлечены автомобили по одному району с каждой, по одной машине и скорой помощи с каждого района. Сейчас мы укомплектовываем их водителями. Мы привлекли на работу в городскую поликлинику, прикомандировали сейчас всех врачей физкультурного диспансера и центра профилактики, потому что на сегодняшний день не спортивных мероприятий, а в територию и больницы. Поэтому количество сейчас сотрудников, которые будут заниматься, увеличилось, и я думаю, что мы справимся с отслужебной дамой. Это приоритет. Конечно, мы не можем сказать, что мы никого не пустим в поликлинику. Люди, которые обращаются в поликлинику, также получают медицинскую помощь. У нас и у хирурга, и у травматолога, и у других специалистов в день больше 40 пациентов на приеме. все они, конечно, измеряют температуру, потом проходят. Но, тем не менее, температурящих я бы все-таки... Возвращаясь к делам насущным, когда будут сердечные лекарства для инвалидов в аптеках? На сегодняшний день, если говорить о льготном лекарственном обеспечении, это извечная наша проблема. Действительно, далеко не все аукционы разыгрываются, цены взлетают, даже имея в наличии финансовые средства, иногда мы просто не успеваем за ростом цен. Мы выставляем там, условно, скажем, по 50 рублей, готовые купить для нужд Калмыкии. А фактическая цена на рынке начинает опережать, уже стоит, и никто не отзывается. Аналогичная ситуация с противодиабетическими препаратами, потому что, ну, сейчас с курсом евро, доллара и нефти поставщики меняют цены чуть ли не каждый день. Безусловно, мы сейчас будем решать эти вопросы и решаем их в постоянном режиме. Только вчера я подписал целый ряд контрактов более чем на 5 миллионов рублей по различным направлениям льготного лекарственного обеспечения. Сейчас мы просим Минздрав России, чтобы нам все-таки так же, как в борьбе с коронавирусом, разрешили закупки без торгового по всем остальным направлениям, потому что это очень актуально. Я понимаю, что сложно, но давайте в каждом случае будем разбираться индивидуально готов к этому. Юрий Викторович, работники здравоохранения спрашивают, когда будет зарплата и сразу вопрос, будут ли доплаты. Да, на сегодняшний день принято абсолютное решение и подписано соглашение со всеми заинтересованными ведомствами. Заработная плата уже ушла на ФОМС, из ФОМСа сейчас пойдет по всем медицинским организациям. Это то, что не касается коронавируса. Те сотрудники, которые связаны с работой в условиях коронавируса, как и было обещано, будут получать заработную плату в рамках объемов двух майских указов. Эти деньги будут складываться из средств ФОМСа. В первую очередь один майский указ, скажем так, второй майский указ доплаты берет на себя по распоряжению Бату Сергеевича бюджет Республики Калмыкия. Причем те медики, которые работают в условиях коронавируса, в очаге, в коронавирусном блоке дополнительно еще есть транш федерального бюджета, выделенный правительством России, и они будут получать в соответствии с соглашением, ну точную сумму, не помню, более 20 тысяч рублей сверху еще за счет федерального бюджета. Единственное, уважаемые коллеги, чтобы у нас не было недопонимания, финансирование идет из разных источников, то есть бюджетные деньги, ОМСовские деньги и федеральные деньги, и вы можете получить их не в один день. На сегодняшний день я провел вчера с председателем профсоюза медиков рабочее совещание медицинских работников и попросил ее лично, чтобы она взяла под контроль начисление заработной платы всех медицинских работников, которые работают в условиях столкновения с коронавирусной инфекцией. И я прошу профсоюза всех медицинских организаций взять начисление заработной платы этих категорий работников под контроль. Я не хочу того, чтобы потом кто-то говорил, что я что-то сделал не так. Поэтому в обязательном порядке, помимо того, что главные врачи отвечают передо мной, чтобы никого не обидели, потому что люди действительно совершают героический поступок, идут на борьбу со смертью без всякого пафоса, я дополнительно прошу профсоюзы всех медицинских организаций взять на контроль начисление заработной платы этой категории медицинских работников. У меня подписаны все соответствующие документы и выделены все финансовые средства, чтобы заплатить заработную плату в том объеме, в котором я озвучил. Главное, чтобы там, извините, пожалуйста, не накосячили при начислении. То есть нужно давать тем, кто работает, именно там, где опасно. Поэтому обратите на это внимание. Это касается работников скорой помощи, это касается работников городской поликлиники, это касается работников, которые сейчас работают в целинной районной больнице, потому что они как фильтр-барьер стоят перед поступлением больных, чтобы нам не занести инфекцию в республиканскую больницу, в детский медицинский центр, в перинатальный центр. Это касается в первую очередь работников инфекционной больницы, работников-обсерваторов, которые работают на этих опасных участках вот здесь все до единого должны получить заработную плату так как было озвучено что с контактными к этой женщине которая за индия прилетела у нее нет контактных она прекрасно выполнила свой гражданский долг она сразу с самолета с вещами в маске в перчатках приехала вместе со своей знакомой и сдалась к нам в инфекцию то есть люди которые были с ней в самолете они безопасности да абсолютно моей маме 63 года я заставляет ходить на работу а как же быть с тем что люди старше 60 лет должны быть на самоизоляции ну опять таки есть какие целые категории медицинских работников на сегодняшний день если мы говорим о медицине которые выходят и работают несмотря на риски заболеть потому что ну к этому зовет их долг если это работники не медицинской организации 63 года я не могу может быть без нее станет производства или что-то еще просто я не могу ответить на этот вопрос у меня слишком мало информации что побуждает ее ходить или что заставило руководство принять такое решение просто не смогу ответить вопрос все-таки по больничным по больничным листам на сегодняшний день больничные листы выдаются тем людям которые находились на карантине в обсерваторе в изоляторе в инфекционной больнице находились на домашней самоизоляции как контактные по предписанию роспотребнадзора таких людей у нас около 280 около 300 человек все они получат больничные листы лица находящиеся на самоизоляции по указу главы и по указу президента российской федерации насколько я помню в указе звучит что это с сохранением заработной платы сейчас они по карантину вопросы комендантский час карантин будет ограничение въезда закрывается ли граница выйдет указ главы республики мы это прочитаем я не знаю будет или нет поэтому все зависит от того какие ограничительные меры будут приняты насколько я понимаю сейчас стране нигде города не закрываются и въезд выезд не ограничивается так намного вопросов по зарплате мы ответили новых нет ну вот спрашивает про разногласия которые произошли вчера у нас то есть мы опубликовали статистику что у нас один подтвержденный но на определенный час был и спустя несколько часов мэрия дала что 7 а 7 случаях подтвержденных люди волнуются почему произошли такие но опять-таки сегодня когда я ехал и слушал радио по радио тоже сказали что у нас один подтвержденный радио калмыкии все зависит прохождение информации если мы даем официальную информацию на вон на 10 утра и на 16 часов то есть размещаем ее на промежутке и ночью и днем эта информация может вполне меняться но скрывать ее или что-то говорить никто не собирается мэрия узнала раньше меня хорошо опубликовала ради бога но это же скажем так не та сводка которая могла повлиять на что-то если бы к нам поступали свежие улицы случаи с улицы и тяга подтверждалось заражение у тех лица которых мы не знаем возникали бы новые очаги заражения приводящие к массовым ограничительным мероприятиям это да но когда мы поставили здесь диагноз 17 человек и мы 17 анализов отправили в москву и их результаты со временем возвращаются в то время когда эти люди уже по сути выздоровели и происходит подтверждение я вам и вчера сказал что для меня это не один и не два для меня то что поставила наша лаборатория уже является и для всех медицинских работников чтобы лечить этих людей так как их лечит с коронавирусом причем мы лечим по коронавирусной схеме не только тех которых подтверждено а всех кто попадает в инфекционную больницу и для этого и лекарственных средств и оборудования у нас достаточно будет ли работать отделение кидо при рез больница клиника диагностическое отделение его что закрыли она работает как быть тем кому нужно переоформлять инвалидность дистанционно обращаетесь свои поликлиники к своим специалистам вам заполняются посыльные листы посыльные листы будут переоформлены переправлены медицинской организацией мсэк мсэк дистанционно если есть показания почему не работает поликлиника вестинском районе хороший вопрос выяснил прям сейчас же после эфира так но тут уже разъяснили поликлиники работают экстренно люди сами задают вопросы тут же на них отвечает друг другу вопросы опять из поступает от беременных как им посетить врача и пройти скрининг разрешите обратиться к населению если предложить такой формат чтобы вызывать главных врачей и давать их интервью на сайте минздрава допустим вот на сегодняшний день наибольшее количество обращений от медицинских работников поступало из лагане меня беспокоит эта ситуация и я хотел бы конечно проехать лагань но честное слово вырваться вот на целый день из минздрава из города не представлялось возможности ввиду высокой загруженности и учитывая скажем так особый эпид режим я могу приглашать главных врачей чтобы они выступали у себя на месте а потом размещать эти ролики и давать чтобы они сами давали пояснения людям размещать эти ролики на сайте минздрава с выступлениями главных врачей если людям это интересно пожалуйста пишите к нам на сайт если такая форма вас устроит я готов ее организовать он беспокоится маму которых дети младшего школьного возраста дадут ли им больничный если просто с ребенком на карантине дома сидишь и будут ли группы общие в садах для тех кому не с кем оставить ребенка ну этот вопрос скажем так будут ли группы вопрос ни ко мне я его решить не смогу и это не в моих полномочиях то что касается и детей если вы по уходу за больным ребенком конечно больничный лист будет если вы находитесь просто дома то насколько я понимаю президент путин наш объявил о том что это будет оплачиваемая изоляция карантин по среднемесячной заработной плате потому будут ли даваться больничные листы если вы находились дома с ребенком здоровым скорее всего нет и когда закончится ситуация с тем что это все пока сохранение среднемесячной заработной платы после окончания этой ситуации я думаю что мы живем в рамках правового поля и если не будет принято отдельных нормативных актов больничный лист это финансовый документ который выдается по заболеванию других нормативных актов у меня к сожалению пока нет папе назначили коронография может ли он приехать и сделает ли ему ну давайте посмотрим сколько папе лет насколько экстренно необходимо коронографии сбросьте документы на министерство здравоохранения если коронография нуждая нужно в том что для того чтобы скажем так произвести какие-то экстренные манипуляции и состояние его сердце без последующего стентирования вызывает какие-то угрозы конечно мы ее сделаем если это какое-то плановое мероприятие которое проводится в рамках профилактики развития заболеваний то я бы рекомендовал вам лучше подождать сейчас родственник сказал что в цыганомане два зараженных коронавирусом это правда нет у нас нет зараженных коронавирусом кроме этих 17 которые находятся у нас в инфекционном отделении ну все тогда будем завершать вопросов много мы их записываем спасибо или и треть